Следующая глава в Китабу Тухид под номером 40, Баба Паулиллах и Тааля, слова Всевышнего Аллаха и Арихуна ни'мата Аллах сумма юнкируна уаксару гумулькаферун. Они познают милость Аллаха, а затем начинают ее отрицать уаксару гумулькаферун, и большинство из них неверные. Значит, эта глава под номером 40, Шеханнаджи, привела ее для чего? Чтобы разъяснить вопрос, что одним из видов проявления неверия является приписывание милости Аллаха кому-либо иному, не Всевышнему Аллаху, когда человек говорит, допустим, что если бы не ты, случилось бы так, если бы не мастерство того-то, получилось бы то-то и тому подобное. То есть, милости Всевышнего Аллаха человек приписывает не ко Всевышнему Аллаху, это является одним из проявлений неверия. Говорит Шейх Ибн Усаймин, здесь у нас в Носке, как это приходит в его книгу «Ал-Каул-Ал-Муфид» «Мунасабад хазал-баб лит-таухид, анна манабата ни'мата ал-халих и ла-гайрии, фа каджа'ал мау шарикан фирру бубия». Для чего Шейханнаджи поместил эту главу в китабу-таухид? Потому что тот, который приписывает милость Творца кому-либо иному, тот предает ему сотоварищей в господстве. Потому что он приписывает его причине, но приписывает так, как будто это и есть действующее лицо. То есть, мастерство, допустим, того, кто ведет автомобиль или ведет лодку, и посредством этого лодка не разбилась, это все является причиной. Но человек приписывает эту милость не как причине, а как тому, кто создал эту причину. Ясно, это является одним из проявлений многобожия. Говорит, «Хаза минуач, ва минуачин ахар, анну лам якум бешукар аль ливиу айбадаминан айбадат». И с другой стороны, потому что тот, который приписывает милости Аллаха кому-либо иному, автоматически не выполняет, что благодарность Всевышнему Аллаху. А проявление благодарности Аллаху является одним из видов поклонения. «Уатар ашукар мунахин витухид». Поэтому тот, кто оставляет благодарность Аллаху, это противоречит его единобожию и унижает уровень его единобожия. Дальше говорит шейх Аннаджи, «Каля муджаид мама анау». Сказал муджаид, «Хуа каулюрраджиль, хаза мали варистуху ан абаи». Это когда человек говорит, «Это мое имущество, я получил его в наследство от своих отцов». То есть не говорит, «Аллах наградил меня, Аллах дал мне, Аллах смилостивился надо мной». Но говорит, что «Аллах здесь ни при чем, это мое имущество, которое я получил от своих отцов». Дальше у нас придет, что это сообщение от муджаида является достоверным. Говорит, «Ва каля Аун ибн Абдилля, и сказал Аун ибн Абдилля, «Я кулюна лауля кулян лам якун каза». Это когда люди говорят, «Если бы не такой, не произошло бы так-то». То есть приписывая милость к человеку. Дальше у нас придет, что это сообщение слабое. Но смысл его достоверный. «Ва каля ибн Кутейба» сказал также ибн Кутейба, «Я кулюна газа бешакаат али гатина». Это добро у нас посредством заступничества наших божеств. Так говорят люди на наших землях. Они говорят посредством того, что мы ходим к аулия, или справляем такой-то сороковой день, или ходим на могилу. Из-за этого Аллах нам дает богатство, из-за этого Аллах нам дает детей, из-за этого Аллах нам дает счастье и тому подобное. То есть приписывают милость к кому? Приписывают к заступничеству их божеств. «Ва каля Абуль Аббас» и сказал «Абуль Аббас». Кто такой Абуль Аббас? Нам. Не Ибн Аббас, а Абуль Аббас. Нам. Шейху Лисламу Ибн Таймия имеется в виду. Сказал «Баада хадис Зайда Ибн Халид аль-Лазифихи». Когда разъяснил хадис Зайда Ибн Халид, к которым приходит «Абнула Таля каля асбаха мин аибади му'минун би лакафир». Помните этот хадис, который мы разбирали. Что Всевышний Аллах сказал «Сегодня проснулся из моих рабов, верующий в меня и неверующий в меня». Тот, который сказал, что дождь пошел по милости Аллаха, тот верующий в меня. А тот, который сказал, что дождь пошел по милости или по причине звезд, такой человек уверовал звезды и проявил неверие в Аллаха. Так вот, когда Шейху Лисламу Ибн Таймия привел этот хадис, сказал «Баада ка сирфим китаби у сунна». И подобных хадисов много, или подобных контекстов много в Коране и в Сунне. В этих аятах и хадисах Всевышний Аллах порицает того, кто приписывает его милости кому-либо другому. И этим самым предается товарищей Всевышнему Аллаху. Сказали некоторые праведные предки. Это когда люди говорят, что ветер был отличный. А управляющий кораблем был хазик, то есть профессиональным. И тому подобное, что выходит на языках многих людей. То есть Ибн Таймия какой пример привел? Когда люди спаслись от несчастья в море, прибыли в здравии на берег, они говорят «Как добрался Алхамдля? Хорошо, так?» И вместо того, чтобы восхвалять Всевышнего Аллаха и приписывать Ему милость, говорят «Это потому, что ветер был хороший и управляющий кораблем был кем?» То есть приписывают эту милость не ко Всевышнему Аллаху. Эти слова Ибн Таймия из Маджмуль-Фаттава, 8 том, 33 страница, как у нас придет также дальше. Говорит шейх Абдурахман Ибн Хасил, разъясняя эти асары. Говорит, упомянул шейх Ан-Назди некоторые асары от этих обладателей знаний. То есть от Муджаида, от Ауна ибн Абдилля, от Ибн Хутейба, от Ибн Таймия. Говорит, «Вакали Ибн Джарир» и сказал Ибн Джарир, «Фаинна ахля тауил ихталяфу кильма'на бин ниама». Обладатели знания Таксира разногласили, что поднимается под словом «милость» в этом аяте. То есть, «Яриху на ниамат Аллах сумма юнкирунау». Они познают милость Аллаха, а затем отрицают ее. И вообще для пользы можно у себя подписать, что сура ан-Нахль у муфасиров называется как сурату ниам. Сура милости, то есть в которой перечисляется много милости от Всевышнего Аллаха. Сурат ан-Ниам. Так вот, разногласили, что за милость имеется в виду в этом аяте. «Фазакара ан-Суфьян анис-Судди». Упомянул Ибн Джарир от Суфьяна от Ас-Судди, что он сказал. «Яриху на ниамат Аллах сумма юнкирунах аля Мухаммад». Он сказал, в этом аяте под милостью имеется в виду Мухаммад. То есть люди знают, что он посланник от Аллаха, но не принимают его. Этот асар от Ас-Судди является достоверным. Приводят его Ибн Джарир от Мухаммада Ибн Башара. Это рассказал мне Абн Рахман, то есть Ибн Махди. От Суфьяна. Этот и снат является достоверным. Другие же, кроме Судди, сказали. Нет, смысл этого аята в том, что те милости, которые перечислял Всевышний Аллах в этой суре, все они от Аллаха. И то, что именно Аллах награждает их этими милостями. Но вместе с этим люди отрицают это. И считают, что все блага, которые у них есть, перешли к ним от их отцов по наследству. Значит, человек в сердце знает, что это от Аллаха, но на языке отрицает это. Это называется чем? То есть отрицание этого языком. Даже если человек подтверждает сердце обратное. Они знают милость Аллаха, но затем отрицают ее. Это их дома и их животные. И то пропитание, которое они имеют. А также различные одеяния из железа и материала. То есть железа во время войны, как кольчуги и материал в мирное время. Но неверные из хурешитов знают, что это от Аллаха, но отрицают это. Бьян якулю. Они говорят. Ада кана ли абайна фавор расуна и я. Это принадлежало нашим отцам. И мы получили это по наследству. Говорит шейх Муамад Сизан. Этот осар является достоверным от Муджаида. Приводят его Ибн Джарир. По дороге от Ибн Абинаджиха, от Муджаида. И мы знаем, что Ибн Абинаджих не слышал таксира от Муджаида. Но он взял его от кого? От крепкого передачи от Аль-Касима Ибн Абин Базза. Это как раз и есть тот осарь, который приводит шейх Муамаджиха в главе от Муджаида. Поэтому мы говорили, что он достоверный. А другие ученые сказали Смысл этого в том, что когда неверным задавали вопрос Кто пропитает вас? Они подтверждают в сердцах то, что именно Аллах дает им пропитание. А также подтверждают в сердцах Но потом на своих словах говорят Нам досталось это из-за заступницей наших божеств. Закар Аль-Мусаннаф мисля ада ан Ибн Кутейба И упомянул автор книги, то есть шейх Аннаджи Подобный смысл от Ибн Кутейбы. А Ибн Кутейба это Абу Мухаммад Абдулла ибн Муслим ибн Кутейба Аддай Навари Ави Мисра Судья Мисра, то есть Египта Анаху и Аллюгави Был ученым в науке Наху, а также в арабском языке Сахиб Аль-Мусаннафат Аль-Бадия Аль-Мухида И он является автором великолепных произведений Мухтавуя Аля Улюм Джамма Который содержит в себе сразу множество наук Ишта Галаби Багдад Он занимался знанием в Багдаде И принимал хадисы, то есть слушал хадисы Уисхака ибн Рауэ и его слоя ученых Туфи и Санасид Скончался в 276 году Другие же ученые сказали То, что упомянул То есть придерживаясь мнения Того, что упомянул автор книги От Ауна ибн Абдилла ибн Рудба ибн Масуда Абу Абдилла аль-Куфи Аз-Загид, который был аскетом Он передавал хадисы от своего отца А также от Аиши, от Ибн Аббаса А от него хадисы передавали Абад Аз-Зубейр, аз-Зухри И назвал его крепким, имам Ахмад А также ибн Маин А имам Аль-Бухари сказал Он скончался после 120 года То есть Что мы сейчас читаем Шейх Абдурахман ибн Хасан Разъясняет различные мнения ученых Что имеется ввиду под милостями Которые упомянулся Вишня Аллах И сказал о них, что они признают Что эти милости от Аллаха Но отрицают их на языке И приписывают кому-либо иному И заодно шейх Абдурахман 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 пишет краткую биографию тех салифов, которых упомянул шейх Ан-Нази в Матне. Говорит, слова Всевышнего, они знают милость Аллаха, затем отрицают ее. Это проявляется как, когда человек говорит, если бы не такой-то, то не получилось бы так-то и так-то. Если бы не такой-то, то я бы не смог получить то-то и то-то. Говорит, этот асар является слабым. Этот асар от Абдуллаха Ибну Ауна. Приводит его Ибн Джерир, но в его истнаде Лейс Ибн Абисулейм, который является слабым и запутавшимся передатчиком. А также в нем шейх Ибн Джерира, Суфьян Ибн Уаки, в нем есть слабость. Но известно, что Суфьян Ибн Уаки, у него есть поддерживающий человек в другом истнаде. Эти асары приводят у Саида Ибн Мансура, а также Ибн Музера и Ибн Абихатима. И как раз Саид Ибн Мансур и тот, который поддерживает Суфьяна Ибн Уаки в этом истнаде. Но это сообщение все равно слабое. Почему? Потому что остается слабый передатчик Лейс Ибн Абисулейм. Значит, это сообщение слабое. Но смысл его правильный. А что касается Ибн Джерира, то он выбрал первое мнение, что под милостьями Аллаха имеется в виду, когда человек говорит, это мое имущество, я получил его по наследству. То есть отрицает его и то, что это дал ему Аллах. А другие из ученых выбрали то мнение, что все эти мнения правильные, и все они имеются в виду в этом аяте. И это действительно правильное мнение. Значит, под милостьями Аллаха имеется в виду любая милость, которая есть у человека. Из имущества, из детей, из счастья, из дома, из животных, из автомобилей и тому подобное. Из знания, из здоровья и так далее. Все это является милостьями Аллаха. А те, которые неверные, знают, что это от Аллаха, но отрицают это и приписывают кому-либо иному. Что касается, кто такой Муджаид, то это шейх от Тафсир. То он был ученым Тафсира. Аль-Имам Ар-Рабдани. Рабдани, то есть тот, который обучал людей и воспитывал их с малого знания к большому. Муджаид ибн Джабр, аль-Макки, то есть жив он в Мекке, мауля бани Махзум, и был вольноотпущенником племени Махзум. Сказал Аль-Падр ибн Маймун, самирту Муджаидан Якуль. Я слышал, как Муджаид говорит, Аратул Кур'ана Аля ибн Аббас, фаласа маррат. Я читал Кур'ан вместе с Ибн Аббасом три раза. Акикуху, инда кулли ая. Я останавливал его после каждого аята. И спрашивал, из-за чего был использован этот аят, и что означает ее смысл. То есть в этом Атаре что приходит? То есть Муджаид, ученик ибн Аббаса, и перенял от него тасир, и изучил весь Кур'ан с ним аж трижды. Не один раз, а трижды. Это сообщение является достоверным, но в одном из Аснадов приходит, Аратул Кур'ана Аля ибн Аббас, салатин арба. Я проходил Кур'ан с Ибн Аббасом тридцать раз. Это передает Ибн Асаад, а также Абу Нуайм. Но с таким словом передал его только Альфабль ибн Маймун. Он является тем неизвестным передатчиком, потому что от него передает только Мухаммад ибн Аббилля Аль-Ансари, и никто не назвал этого Альфабля ибн Маймуна крепким. Но правильное слово, что Муджаид, читал с Ибн Аббасом Кур'ан, изучая его трижды. Вал-Лазиза король мусанник, а то слово, которое упомянул шейх Амнадзи, приводит его ибн Абишейба. Говорит, рассказал нам Альфабль ибн Дукейн, рассказал нам Шибель ибн Аббад от Ибн Абин Аджиха, от Муджаида. Но уже без слов, и я спрашиваю его о каждом аяте. И этот Иснат является достоверным. А также приходит другую Иснату имама Ахмада, а также у Абу Аббейда, от Абу Нуайма Альфабля ибн Дукейна, но уже без слов о Кифу. Я останавливал его после каждого аята. И также приводит это сообщение Ибн Джарир, а также Абу Нуайм, по дороге от Мухаммада ибн Исхака, от Аббана ибн Салиха, от Муджаида. Уже со словом «Фима анзалат у Кейха анзалат», из-за чего был неспослан этот аят, и как он был неспослан, и тому подобное. В общем, суть в том, что этот ацарь является достоверным. И достоверно установлено, что Муджаид действительно перенял до всех Кур'ану от Ибн Аббаса. И Муджаид скончался в 102 году, и возраст его был тогда 83 года. Что касается Абу Аббаса, то под ним подразумевается шейху-ли-ислам Ахмад ибн Абдул-Халим, ибн Абдул-Салям, ибн Таймия, аль-Имам, аль-Джалиль. Известный имам. В Пале он сказал, много такого приходит в Кур'ане и в Сунни. Всевышний Аллах порицает тех, которые приписывают его милости кому-либо иному. И этим сам предают ему сотоварищей. Сказали некоторые праведные предки. Это когда человек говорит. Ветер был прекрасным, а управляющий был профессионалом. И тому подобное, что высказывают многие из людей. И шейху-ли-ислам его слова указывают на то, что этот аят является общим. И касается любого человека, который приписывает милости не к Аллаху. Как об этом мы уже упоминали, некоторые мнения, некоторых муфастеров. Каля шейху-ли-ислам сказал наш шейх, имея в виду шейха Аль-Нажди. И в этом аяте указание на то, что в сердце могут собраться две противоположные вещи. То есть признание милости и отрицание ее. И то, что Всевышний называет подобные слова отрицанием милости Всевышнего Аллаха. И здесь у нас в носке приведены полезные слова шейха Ибн Усаймина, который разбирает этот вопрос более подробно. Из его книги Аль-Хаул-Уль-Муфид. Говорит, относительно этого есть три ситуации. То есть, как бывает отрицание милости. Аль-Уля первое, если между действием и его причиной практически незаметно, точнее, никакой связи. Как если человек говорит Если бы не такой вали, то не произошло бы то-то. Это является большим многобожиим. Потому что человек имеет убеждение, что этот вали управляет бытием вместе с тем, что он мертвый. Это является чем? Большим многобожиим. Остание. Вторая ситуация. Если человек приписывает что-то, установленное в шариате, причины, а также установленное в бытие. Это является разрешенным, если человек не имеет убеждения, что эта причина сама действует по себе. Или если человек не забывает при этом про Всевышнего Аллаха. И остается и третья ситуация. Если человек приписывает какое-то действие к существующей причине, но на самом деле ни в шариате, ни в быту не установлено, что одно является причиной второго. Это является проявлением малого многобожия. Это подобно тому, когда человек приписывает милость к амулетам. Когда люди говорят посредством этого амулета я спасся от сглаза и тому подобное. Значит, три ситуации. Если человек приписывает какую-то милость, например, каулия, то это является большим многобожиим. Потому что нет никакой связи между валией и этой милостью. Если человек приписывает что-либо действительно установленной причине, которая установлена в шариате или в быту, тогда это является разрешенным. Если человек при этом не забывает Всевышнего Аллаха и не имеет в виду, что причина сама творит это. И третье, если человек приписывает что-то причине, которая внешне как будто бы есть, но на самом деле ее причинность не установлена ни в шариате, не в быту. Как, например, то, что амулет защищает от сглаза. Это является малым многобожиим и также является запретным. Это понятно или нет? Это, иншаллах, ясно. Говорит Фии Масайль, в этой главе мы рассматривали вопросы. Первый вопрос Разъяснение, что такое милость и как бывает ее отрицание. Второй вопрос Познание того, что такое происходит у многих людей. То есть в своих разговорах они приписывают милость Аллаха не к Аллаху. Третье То, что Всевышний назвал подобные фразы и слова отрицанием милости Аллаха. И четвертое То, что в сердце человека могут собраться две противоположные вещи. Две противоположные вещи. То есть признание милости Аллаха и одновременно их отрицание. Со следующего урока начнем разбор следующего урока. Как об этом мы уже упоминали некоторые мнения некоторых муфастеров. Сказал наш шейх имея в виду шейха аннаждип И в этом аяте указание на то, что в сердце могут собраться две противоположные вещи. То есть признание милости и отрицание ее. И то, что Всевышний называет подобные слова отрицанием милости Всевышнего Аллаха. И здесь у нас в носке приведены полезные слова шейха Ибн Усаймина, который разбирает этот вопрос более подробно. Из его книги «Аль-Хаул-Уль-Муфид». Относительно этого есть три ситуации. То есть как бывает отрицание милости. «Аль-Уль-Муфид» первое. Если между действием и его причиной практически незаметно, точнее никакой связи. «Аль-Хаул-Муфид» как если человек говорит. Если бы не такой вали, то не произошло бы то-то. «Фаза Ширкун Акбар» это является большим благобожием. «Аль-Хаул-Уль-Муфид» потому что человек имеет убеждение, что этот вали управляет бытием вместе с тем, что он мертвый. «Фаза Ширкун Акбар» это является большим благобожием. «Аль-Хаул-Уль-Муфид» если человек приписывает что-то, установленное в шариате, причине, а также установленной в бытие. Это является разрешенным, если человек не имеет убеждения, что эта причина сама действует по себе. «Аль-Хаул-Муфид» или если человек не забывает при этом про Всевышнего Аллаха. «Аль-Хаул-Уль-Муфид» если человек приписывает какое-то действие в существующей причине. «Аль-Хаул-Уль-Муфид» но на самом деле ни в шариате, ни в быту не установлено, что одно является причиной второго. «Аль-Хаул-Уль-Муфид» это является проявлением малого многобожия. «Аль-Хаул-Уль-Муфид» это подобно тому, когда человек приписывает милость к амулетам. «Аль-Хаул-Уль-Муфид» когда люди говорят, посредством этого амулета я спасся от сглаза и тому подобное. Значит три ситуации. Если человек приписывает какую-то милость, например, к аулия, то это является большим многобожием. Потому что нет никакой связи между валией и этой милостью. Если человек приписывает что-либо действительно установленной причине, которая установлена в шариате или в быту, тогда это является разрешенным. Если человек при этом не забывает Всевышнего Аллаха и не имеет в виду, что причина сама творит это. И третье, если человек приписывает что-то причине, которая внешне как будто бы есть, но на самом деле ее причинность не установлена ни в шариате, ни в быту. Как например то, что амулет защищает от сглаза. Это является малым многобожием и также является запретным. Это понятно или нет? Это, иншаллах, ясно. Говорит Фии Масайль. В этой главе мы рассматривали вопросы. Первый вопрос. Разъяснение, что такое милость и как бывает ее отрицание. Второй вопрос. Познание того, что такое происходит у многих людей. То есть в своих разговорах они приписывают милость Аллаха не к Аллаху. Третий, это Смият Гадаль Калян Инкаром Али Ни'на. То, что Всевышний назвал подобные фразы и слова отрицанием милости Аллаха. И четвертый, Ишхима Абдаддейм Килкаль. То, что в сердце человека могут собраться две противоположные вещи. Две противоположные вещи. То есть признание милости Аллаха и одновременно их отрицание. Со следующего урока. Ишхима Абдаддейм Килкаль. То, что Всевышний назвал подобные фразы и слова отрицанием милости Аллаха. И четвертый, Ишхима Абдаддейм Килкаль. То, что в сердце человека могут собраться две противоположные вещи. Две противоположные вещи. То есть признание милости Аллаха и одновременно их отрицание. Со следующего урока. Ишхима Абдаддейм Килкаль. Со следующего урока. Ишхима Абдаддейм Килкаль. Субтитры создавал DimaTorzok